всем привет друзья я думаю вы уже все слышали видели кто-то возможно даже уже воспользовался таким замечательным мобильным приложением как резерв плюс и это конечно очередное дно которое пробивает наши доблестные чиновники вот для начала давайте послушаем одну значит сотрудницу тцк олене скажи пожалуйста спочатку звучали обецянки что оновить данные можно будет трьома способами так тцк цнап и электронный кабинет скажи пожалуйста оси три способа они наразе доступны че запрацював электронный кабинет так звестно доступны все три способа запрацював за стосунок я називаюся резерв плюс в нем можно оновить свои данные передаваться информацию стосовно сэбэ и на вопрос журналистов о том заработали ли все три способа для обновления своих данных сотрудница тцк говорит да в том числе и по поводу электронного кабинета она говорит что вот есть приложение резерв плюс но резерв плюс это не электронный кабинет призывника и военного обязанного и сотрудница тцк просто обязана об этом знать то есть либо она врет и подменяет понятие либо она просто не знает о чем она вообще говорит но это вот у нас стандартная на сегодняшний день история когда касается вопрос наших доблестных чиновников они либо не знают либо врут просто замечательно и и через там три четыре дня уже в министерстве обороны украины заявляют что информация у застосунка резерв плюс на сегодняшний день мая информативный характер заявила об этом екатерина черногоренко это у нас заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития цифровых трансформаций и цифровизации я даже нашел ее страничку в фейсбуке там она хвастается о том как много людей уже воспользовались этим приложением и вчера вот она писала о том что уже 805 тысяч уже обновили свои данные через этот резерв плюс при этом я и задал простой вопрос комментариях и в личном сообщении а каким нормативно-правовым документам предусмотрено вот это вот самое приложение резерв плюс как как и чем она там утверждено и разработана и все остальное где вот это вот все ну вы понимаете не может государственный орган просто взять искать вот приложение пользуйтесь так это не работает должна быть какая-то нормативно-правовая база а ее нет то есть я сам искал ее нет и вот черногоренко я спрашиваю об этом в личке и в комментариях она не отвечает морозится замечательно информационный характер но уже почти миллион человек туда как-то попало в этот резерв плюс куда утекут эти данные имеет ли это приложение соответствующую защиту и т.д. и т.п. кто за это все отвечает никто просто супер давайте чтобы было понятно есть у нас закон интересный такой о по едином государственном реестре призывника резервиста и военно обязанного и в этот закон было внесено изменения и еще в начале этого года в январе 24 и внесена статья 14 прим 1 как раз называется электронный кабинет призывника вискового зубовязанного резервиста читаем электронный кабинет это персональный кабинет захищенный видокремленный веб-сервис я возможно что-то путаю если так то поправьте меня все-таки юрист а не программист и возможно в этих терминах я могу путаться но что-то мне подсказывает что веб-сервис и мобильное приложение это разные вещи или нет то есть это к чему это к тому что резерв плюс не или это не электронный кабинет о котором все говорят это не он это вообще просто левое какое-то приложение цеперсональный кабинет за допомога якого призывнику вискового зубовязанному резервисту и гей пришел в электронную идентификацию надоеться доступ до информации про его персональный это службове данные а так уж до послу получается что электронном кабинете человеку предоставляется информация а тут в резерв плюс вы вносите информацию ну тут опять-таки не соответствует одно другому и часть статей говорить нам о том что порядок электронной идентификации в электронном кабинете перелик видимостей что видображается в нем а так уж перелик послуг які надаются призывнику вискового зубовязанного резервисту через электронный кабинет визначается порядком ведения реестру затвердженным кабинетом министров та або положением про державный веб-портал бла-бла-бла тоже затвердженный кабинетом министров украины читаем переходные положения того самого большого закона о мобилизации о котором мы говорили и там верховная рада поставила задачу кабинету министров частности у двумесячный строк с дня опубликования этого закону забеспечить створение на функционирование электронного кабинета призывника вискового зубовязанного ти резервиста то есть эта задача вот из двух законов мы видим что задача по созданию этого самого электронного кабинета и все что с этим связан доступ наполнение его порядок им пользования и бла-бла-бла лежит на кабинете министров а у нас вот этот резерв плюс продвигает и даже в самом приложении я вот посмотрел там написано разработчик министерства обороны ну как бы министерство обороны это не кабинет министров мы же понимаем с какого перепугу минобороны вдруг сделала приложение без какого-то нормативного регулирования непонятно просто левое приложение абсолютно левое приложение при этом кабинет министров соответствующие нормативно правые документы не издал хотя есть информация о том что 10 мая кабинет министров утвердил порядок ведения единого реестра вот этих вот призывников военно обязанных и резервистов и которым значит регулируется вот эти вот вопросы по электронному кабинету 10 мая была новость об этом но на сегодняшний день сегодня уже 23 мая 13 дней прошло нигде этого документа в сети нет ни на сайте кабинета министров ни на сайте законодательства где публикуется все на законодательство там тоже ничего не вроде что-то приняли что приняли где приняли как приняли прочитать нельзя вот на сегодняшний день можно пока утверждать за неимением обратной информации что никакого электронного кабинета призывника резервиста нет и то что резерв плюс это не электронный кабинет создан он непонятно с какой целью и непонятно кто будет отвечать за этот самый резерв плюс все как обычно да что еще забыл сказать вот это вот екатерина черногоренко которая описывает какой замечательная застусунок резерв плюс еще у себя в фейсбуке постит вот такие вот фоточки деградация то есть это у нас государственный чиновник вот такие вот хохотушечки публикации делает в сети ну я не знаю но так это позор уже если честно на самом деле нужно было ставить не эту фоточку да какую-то другую где там изображены лебедь рак и щука потому что именно эта фотография бы ну или картинка характеризовала что на самом деле происходит с этими всеми сервисами кто-то что-то должен сделать делает кто-то что-то другой и каждый говорит что все мы делаем все правильно вот так вот это работает ну а мы знаем что авоз и ныне там как Продолжение следует...